Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого. Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра. Тщеславие. Тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие. Должно быть оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Не любится. Нет, любимым быть несчастье. Несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Да, дети-то здраво смотрят на жизнь. Они любят и знают то, что должен любить человек и то, что даст счастье. Несчастное, жалкое создание человек со своей потребностью положительных решений, прошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий. Как не испытан жизнью, как не умен человек, выражение уважения от людей, уважаемых большим числом людей, всегда приятны. Вечная тревога, труд, борьба, лишение – это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Если добро имеет причину, оно уже не добро. Если оно имеет последствия, награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причины-следствий. Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok